Реальный футбол Первый вопрос, который мы отобрали среди множества присланных вами, это вопрос Филиппа Лопаткина, и звучит он таким образом. Уважаемые администраторы, вы наверняка знаете, что поражение сборной Гондураса, сборной Сальвадора в 69 году в рамках плей-офф чемпионата мира, привело к войне между двумя этими странами, которая длилась 6 дней. Знаете ли вы еще подобные случаи, когда поражение одной из команд приводило либо к нашествию, либо к войне? Спасибо. Уважаемый Филипп, спасибо за интересный вопрос. Хотелось бы, конечно, чтобы футбол никогда не являлся причиной столкновений и каких-то войн, но тем не менее, столкновение Сальвадора и Гондураса не единичный случай в истории. Противостояние Цервен и Звезды и Динамо-Загреб на стадионе Максимир в Хорватии положило начало леденящей сербо-хорватской войне 1991-1995 годов, когда сербские и хорватские болельщики начали провоцировать друг друга, и все это переросло в кровавое столкновение сначала на стадионе, а потом из-за его окрестностей. Итак, Аим Турарбекова прислала нам вопрос, который состоит из двух частей. Мы попробуем ответить сразу на две части, но засчитаем это как один вопрос. Итак, здравствуйте, вот вам мой вопрос. Выбирая из всех футболистов на свете, кого бы пригласили на обед и почему? Ну, я бы пригласил Марио Полотелли, потому что с ним можно за обед этот не платить, собственно. Подожди, стой, стой. Если серьезно, то мы бы позвали Франческо Тотти и Златана Ибрагимовича, потому что это наши самые любимые футболисты. Точняк. Ну и вторая часть вопроса. Хотели бы вы быть знаменитыми футболистами? Ну, если да, то за какой клуб выступали бы? Уважаемая Аим, мы не мечтали стать футболистами, скорее мы мечтали быть футбольными менеджерами, типа Карла Хайнса Руменигия, Адриано Галлиани. Флорентино Переса. Ладно. Слушай, не мешай, а? Иди лучше мимосы пили. Точно, мимосы. Я-то забыл совсем. Мне же нужно очередь выставить. Там столько придумал клевых новых. Ты себе не представляешь. Ну, ладно. Мы продолжаем. Теперь мне никто не будет мешать. И я читаю следующий вопрос. Вопрос от Ивана Коростелева. Если бы вам предложили выбрать карьера профессионального игрока в топ-клубе, но лишите всего, что есть у вас. Друзья, связь с родственниками, карьера, в том числе и этот паблик. Или выберите то, что имеете сейчас. Что бы вы выбрали? Ваня, не поверишь, но мы бы ничего не меняли. Мы бы оставили все как есть, потому что никакие деньги, никакие карьеры профессиональных футболистов не заменят нам любимого дела и радости наших любимых подписчиков. Подлиза! Так, ты опять здесь? Все, все, ухожу, ухожу, все. Друзья, не обращайте внимания. Следующий вопрос прислал нам Влад Тагиров. Что появилось раньше? Футбол или Диего Коста? Наверное, это самый сложный вопрос, который нам задавали. Но попробуем на него ответить. Итак, раньше всего появился Диего Коста. Потом появились динозавры. Потом появился Златан Ибрагимович и динозавры вымерли. А уже потом появился футбол, потому что его создал Златан. Следующий вопрос. Спрашивает Сергей Кузнецов. Здравствуйте, кого считаете лучшим футбольным комментатором? Сергей, по нашему мнению, лучшим футбольным комментатором на данный момент является Владимир Стогниенко, Константин Генич, а также парнишка, который озвучивает ролики на нашем канале на Ютубе. Следующий вопрос от Руслана Ливня. Руслан спрашивает. А что будет, если смешать дзюбу и обезьяну? Руслан, я думаю, что если смешать дзюбу и обезьяну, получится обезюба. Следующий вопрос от Руслана Коваля. Как вы считаете, кто получит золотой мяч после эпохи Месси и Роналду? Руслан, мы считаем, что после окончания эпохи Месси и Роналду золотой мяч достанется Неймару. На очереди у нас вопрос от Андриана Демковича. Возможно ли стать администратором? Не знаю, как администратором, но редактором одного из пабликов, входящих в проект «Реальный футбол» можно стать. Для этого необходимо делать большое количество постов, присылать их в предложенные новости каждого из пабликов, где бы хотели бы работать, и ждать нашего одобрения. Главные критерии – это любовь к футболу, грамотность, креативность, идейность. Следующий вопрос от Кости Баранкевича. Здравствуйте. Какой трансфер вас удивил, а какой впечатлил этим летом? Почему? Уважаемый Константин, нас удивил трансфер Антони Марсиаля из Монако в Манчестер Юнайтед. А впечатлил? Я думаю, что все согласятся со мной, если я скажу трансфер Хави из Барселоны в Альсат и переход Икра Касилиса из Мадридского Реала в Порту. Это были самые эмоциональные трансферы этого лета. Ну и последний на сегодня вопрос, который нам прислал Магомед Алиев. Он звучит так. У меня такой вопрос. Кто все-таки круче Ибры? Посовещавшись с ребятами, мы решили, что круче Ибры только мамка Ибры. Ведь для того, чтобы родить такого крутого пацана, как Ибра, нужно быть просто мега-мега крутой. Друзья, мы отобрали 10 самых интересных, по нашему мнению, вопросов из более чем 400 присланных вами. И теперь пришло время выбрать автора самого лучшего вопроса и вручить ему памятный приз от нашего сообщества. Сегодня мы вручаем футболку любимой команды, автору лучшего вопроса Филиппу Лопаткину. Всем остальным большая благодарность от всей администрации реального футбола за участие в нашей видеоконференции, за интересные вопросы и за то, что вы все вместе с нами. Наша огромная семья продолжает расти, и это прекрасный повод радовать вас новыми активностями и конкурсами. Подписывайтесь на наш канал, ведь совсем скоро мы разыграем Sony PlayStation 4 и еще множество других интересных призов. А на этом все. Будьте с реальным футболом. Пока!